Начинаем тему функции, а не же отображения, и сравнение множеств помощностей. То есть впервые у нас возник вот такой вопрос относительно сравнения мощностей и множеств. Как все так? По самому понятию множеств. Но для начала мы введем фундаментальную вещь, которой вы будете сталкиваться очень и очень часто, очень много. Это динарное отношение. Бинарным отношением называется такая конструкция. Пусть у нас имеется два множества, некий x и y, и некое подножество их декартного произведения. Нестрогое подножество. Вот такое нестрогое подножество декарту произведения называется бинарным отношением на множество x и y. Очень просто. То есть если декарту произведения это все возможные пары, комбинация элемента x, а элемента y, то бинарное отношение это не все пары. Сразу в связи с этим возникает понятие обратного отношения и суперпозиции отношений Суперпозиции мы чуть-чуть попозже видим Вот обратное отношение R-1 по определению выглядит таким вот образом T принадлежит R-2R на P-1R Такой что? P-2R-2R-2R-1R То есть, если мы взяли пару, ребята, определённые отношения и все пары мы развернули задом наперёд То мы таким образом получили обратное отношение, бинарное отношение, обратное данное Нас будут интересовать не произвольные бинарные отношения Потому что, если маленькие не один, два, а два Да, потому что Т принадлежит 2,1 Она перевернута Задом наперед То есть Мы взяли все пары, развернули их задом наперед Получили обратное мембинарное отношение Нас будут интересовать не все А удовлетворяющие определенным Условиям или аксиомом Мы рассмотрим сейчас 4 стандарта Это всюдуопределенность Прямая однозначность Всюдузначность И обратная однозначность Первое Для любого У Значит У принадлежит Х Следовательно В принадлежит У И В Принадлежит Р Это у нас что? Это у нас всюдуопределенность То есть Из любого у из х Существует в из у Такой, что ему в соответствии Ставится пара из р Значит Каким образом Записать Прямую однозначность? Что такое прямая однозначность? Это значит, что если есть Если поставлено Какому-то у из х У из х в отношении Некий В из у То этот в единственный То есть У из х В отношении В из у Х Ходит один и единственный Собственно говоря, это К определению функции Которую мы уже придем Вам знакомым Наверное Значит Эта Аксиума Записывается Таким образом Можно записать Таким образом Значит Для любого у Любого в У Прямь Длежит Р И в Длежит Р И Проекция 1 У Равняется Проекция 1 В Следовательно У Равняется В Скобки Все закрыты То есть Если у нас имеются Две Пары Входящие В Р Заметьте Здесь У и В Это не элементы Х и У Это элементы Р Значит Если их первые Проекции совпадают То они сами Совпадают Ну и Наконец Третья и четвертая Это Первая и вторая Но только симметричные Относительно Х и У Мы можем сказать Для любого У У принадлежит У Следовательно Существует В В Принадлежит Х У У У Принадлежит Р Это Всюду Значность И обратная Однозначность Она такая же Как и прямая Только там Проекции Идут В обратном Паре Принадлежит Всегда В частности Ваши Практики Здесь На кафедре Концептуального Анализа Ваших Концептуальных Схемах Это будут Пожалуй Наиболее часто Встречающиеся Аксиомы Поэтому Вот мы Впервые Здесь записали И В общем Вам их придется Выучить до Такого состояния Что там Среди ночи Там Или что Называется В любой момент Понимание Их должно быть И способность Возпроизвести В символном виде Я думаю До этого дойдет И кроме того Они не очень сложные Вы понимаете Значит Эти четыре Аксиомы Эти четыре условия Они Образуют Всего Шестнадцать комбинаций Которые мы можем наложить На Произвольные Бинарные отношения Эти четыре Аксиомы Независимы Друг от друга То есть Из этих Ни из какого Из этих условий Ни из какой комбинации Из этих условий Не следует Какое-то другое Каким образом Можно доказать Независимость Невыводимость Никакого Из этих условий Из остальных Это вопрос К вам Но не контрпримеры А наоборот Примеры Привести То есть Необходимо просто Привести Шестнадцать Примеров Да Мы можем Привести Шестнадцать Примеров Причем Это могут быть Конечные Народные отношения Совершенно Конечные Всюду Определенное Прямо Но не обратно Однозначное И не всюду значное отношение Всюду определенное, всюду значное отношение Но не прямо и не обратно однозначное И так далее, и так далее По-моему, в домашней работе Какая-то такая задача есть на эту тему Все это просто простым перечислением Выбираем какое-то конечное множество И простым комбинацией мы находим То, что они действительно независимы Что все эти 16 вариантов возможны Но из этих вариантов Из этого множества вариантов Нас будут интересовать Несколько Четыре И это функция Суръекция, инъекция, биекция Значит, функция ей Функция Ф это у нас Всюду определенное И прямо однозначное отношение Я так напишу Один и два отношения Суръекция Или наложение Это у нас Один и два и всюду значность Инъекция Инъекция Или заложение Это у нас работает Один и два и четыре И, наконец, инъекция Это работает Все четыре аксиомы Два и три И четыре Но я это называю аксиомами Может быть, это не вполне корректное название Это было бы корректно Если бы мы говорили О роде структуры функции Или Теории какой-то В которой бы определялась функция Тогда в ней бы Эти условия были бы аксиомами На самом деле Это просто Некиологические условия Которые либо выполняются Для произвольного Р Бинарного отношения Р Либо не выполняются И вот если выполняется Такая комбинация Мы говорим Что это функция общего вида Если такая комбинация То это инъекция И так далее Значит Увидели все Что суръекция, инъекция и диекция Они являются функцией То есть всякая суръекция, инъекция Это функция прежде всего То есть функция это общего вида Функция Кроме того У нас диекция Одновременно является И суръекцией, и инъекцией Понятие, я думаю, вам уже где-то когда-то встречавшееся. Ну, тут, заметьте, что сейчас мы рассматриваем уже функции не как некий объект, который сам по себе где-то существует, а как множество. Соответственно, для нас буковка F это такая же буковка здесь, как U или как Y, да, то есть это множество, и над ними можно все те же операции проводить, что и мы проводили с множествами, и мы их будем проводить, значит, эти операции. Применяется, чтобы не выписывать вот эти вот все отношения, применяется сокращающее обозначение. Мы пишем F из X в Y, подразумеваем, что F это функция из X в Y, то есть, когда пишется вот эта вот конструкция F двоеточие X стрелочка Y, это сразу же мы говорим, что, ага, F есть подножство X на Y, такое, что вот это и вот это. То есть, если мы где-то встретили вот это вот утверждение, то к такой комбинации мы должны относиться как к логическому утверждению относительно множества F, X и Y, то есть это вот такое сложное утверждение относительно трех множеств. Для сюрреекции и инъекции особых обозначений нет, просто мы говорим, что это функция, и еще оговариваем, что она сюрреекция и инъекция. Для бейекции есть специальное обозначение, это когда стрелочка идет в обе стороны. Вот если мы встретили такое, то мы знаем, что речь идет о бейекции. Бейекции нам будут очень важны в следующем семестре, когда мы будем рассматривать бейективную переносимость, поэтому отдельное обозначение для бейекции для нас очень кстати, кажется. Итак, это всего лишь утверждение относительно любой тройки множеств. Мы можем написать по-всякому. Значит, можем ли мы написать вот так, где X не пустое множество? Что пустое множество является функцией из пустого множества в X, в некое не пустое X. Это корректная запись или некорректная запись? Ну быстренько скажите, мы думаем, что корректная или мы думаем, что некорректная? Кажется, мне интересно, что нет. Значит, ну как необычно, да? То есть, обычно функция, это же функция, это же множество пар какое-то. Но на самом деле, ни из этой, ни из этой аксиомы не следует, что множество пар не может быть пустым. У нас может быть ни одной пары в нашем множестве F. Не может быть ни одной пары. И если множество аргументов функций тоже пустое, то легко видеть, что первая и вторая аксиомы удовлетворяют пустому множеству пар. Для любого U из X, ну, хорошо, здесь не X, а Y, да, напишем, где Y, X, да? Для любого U из X, X у нас пустое, да? Значит, U из X это всегда false, а из ложного утверждения, импликация ложного утверждения всегда истина. Вот. Поэтому всюду определенность работает. Прямая однозначность тоже работает. Для любого U из R и V из R, ну, R-то пустое у нас. Следовательно прямая однозначность здесь тоже работает. То есть, пустое множество является функцией из пустого множества на любое не пустое. Вот этот граничный случай отложите себе в голове. В частности, пустое множество является функцией из пустого множества пустое. И хочется сказать из пустого в порожье. А если X у нас не является пустым, то уже записать, что пустое множество из X в Y является функцией для не пустого X уже нельзя. Потому что если X содержит в себе элементы, то тогда у нас работает всюду определенность. То есть, для любого элемента X должна найтись пара в нашей функции, элемент нашей. И уже множество не должно быть пустым. То есть, такое возможно только если X пустое множество. Вот это упражнение, оно дает, ну, важно тем, что вы должны привыкнуть, что функция это всего лишь множество паров. То есть, вы должны теперь смотреть на функцию, сейчас на функцию отвлечься немножко от матанализа, где функция наделялась много чем, там, производными и прочими делами. Эти все вещи нас интересовать не будут вообще никаким образом. Для нас отныне и до конца нашего курса функция это всего лишь множество пар. Это всего лишь отображение. Из одного множества в другое. И это множество пар может быть пустым, может быть не пустым. Это множество пар можно объединять с другими множествами пар. Там, пересекать, что угодно с ними делать. Выкидывать какие-то точки, какие-то пары из этого множества. Это всего лишь множество такое же, как и все остальные. Настало время сделать удобные обозначения, формально ввести удобные обозначения, которыми, впрочем, вы и так все уже давно пользовались. Но теперь мы даем этому теоретикам множественное обознавание. Обозначим вот так вот значение F в точке T следующим образом. Как сумма, V принадлежит второй большой проекции от R, таких, что T, V принадлежит F. Что такое здесь написано? Значит, мы берем множество V из области значений функции второй большой проекции, таких, что V входит в отношение с T внутри F. По аксиомии, по условию прямой однозначности, такое V всего одно. Соответственно, здесь где-то у нас вот эта формула нам даст синглитон от V нулевого, такое, что T, V нулевое принадлежит F. Но нам нужен не синглитон, а само V нулевое. И как мы помним, множество суммы от синглитона дает нам содержимое этого синглитона. Все помнят этот момент? Я его подчеркивал, очень сильно подчеркивал, еще раз подчеркну, если кто-то забыл. Вот сумма синглитона от X равняется X. Это штука, которой мы очень-очень часто пользуемся. То есть здесь мы написали значок сумму, и это значит, что мы из одноэлементного множества извлекаем этот самый элемент и получаем значение это T в круглых скобках. Для нас еще очень важна будет вот такая конструкция. F в квадратных скобках от O. Образ множества U. Это уже вот что. V принадлежит в проекции второй F. Такое, что существует T. T принадлежит U. И TV принадлежит F. То есть это что такое? Если возьмем условные координатные плоскости, условную нашу функцию, то в точке T мы в соответствии ставим F от T, образ этой точки T. А если мы возьмем множество U, то множество образов этой U, это будет F в квадратных скобках от U. Я прошу проявлять внимательность, особенно, ну, в общем, уже начиная с этого занятия и дальше. Внимательность. Круглые скобки или квадратные скобки? Это фундаментально. Мы везде будем сейчас использовать либо круглые скобки, либо квадратные скобки. Так как мы работаем с множествами, и F, и U, и T. Это все множество. Обычно, когда вы там раньше занимались, там, не знаю, в школе или в мотоанализе, встречались с образом, там как-то обозначали F от A большое, где A там разделять, это множество точек, а не от одной точки, да? Здесь никакого другого различия у нас обозначениях не будет, кроме круглых и квадратных скобок. Поэтому я прошу не путаться, квадратные скобки у нас нигде не означают никакой другой, там, группировки или чего-то, там, вот. В наших обозначениях квадратные скобки всегда будут обозначать по образу множества. То есть нас интересует именно совокупность точек, которые входят в отношение в это F. Вот. Про... Про эти квадратные скобки существует ряд классических задач. И эти задачи у вас есть в домашней работе. Ну, там обычно начинаем с такого. F от X сумма Y равняется F от X сумма F от Y. Здесь нужно, чтобы доказать это равенство, да, нужно рассуждать таким образом. Что такое T принадлежит сумме F? Что такое T принадлежит F от образа суммы? Это значит, что существует некое U, такое, что U принадлежит X, U, и F от U равняется T, или U принадлежит Y, и F от U равняется T. Это эквивалентно тому, что существует U, ну да, U принадлежит X, и F от U равняется T, или существует U, U принадлежит Y, и F от U равняется T. Из этого следует, что T принадлежит F от X, а сумма F от Y. То есть, если у нас существует U, удовлетворяющая условию A или B, это то же самое, что у нас существует U, удовлетворяющая условию A, или существует U, удовлетворяющая условию B. И на самом деле, все эти стрелки можно развернуть в обратную сторону. То есть, вот так мы доказали, что F от X, сумма Y, является подмножеством образа X, суммы образа Y. Но, в действительности, мы могли бы начать рассуждение отсюда, разворачивать стрелки сюда, и построить утверждение о том, что это является подмножеством этого, из чего следовало бы разница. Ну, в самом деле, что такое T принадлежит F от X, сумме F от Y? Значит, либо T принадлежит образу F от X, тогда вот так, либо T принадлежит образу F от Y, тогда вот так. Тогда мы получаем вот эту дизъюнкцию. Тогда мы выносим квантов существования сюда, и получаем дизъюнкцию вот здесь вот, и переходим вот к этому утверждению. Если же мы заменим объединение на пересечение, F от X с пересечением Y, что у нас изменится? Я воспользуюсь замечательным свойством доски, которого нет у тетрадок. Вам придется переписать формулы, а мне всего лишь поменять несколько значков. Значит, если я здесь объединение заменяю на пересечение, тогда здесь у нас дизъюнкция меняется на конъюнкцию, и импликация вот в эту сторону продолжает работать. То есть мы можем сказать, что F пересечения с Y, это F пересечения X, пересекающиеся с образом F от Y. Но в обратную сторону импликация уже не работает, потому что из того факта, что существует X, удовлетворяющий условию A, и существует какой-то другой возможный X, удовлетворяющий условию B, не следует того, что существует X, удовлетворяющий одновременно двум условиям. Из того, что существует дешевый товар, из того, что существует качественный товар, не значит, что на рынке все дешевые качественные товары. Вот так. Получается, что когда мы заменяем объединение на пересечении здесь дизъюнкцию на конъюнкцию, уже обратная стрелка не работает, и здесь мы можем поставить знак равенства, а здесь мы поставить знак равенства не можем, мы можем поставить здесь только всего лишь знак подмножества. Вот таким образом мы можем решать задачи, ряд задач, которые есть у вас в домашней работе, я призываю там открыть, промешать. Эти подобные рассуждения, ну, задачи на подобные рассуждения на следующем занятии, это традиционные маленькие контроли у нас будут. Вот, то есть это вам хорошо освоить. Ну, там, схожим образом мы можем доказать, допустим, что F от X вычистили, есть подмножество... Нет, наоборот, F от X вычистили, F от X, есть подмножество F от X вычистили. Так, на этом пока все со свойствами образов. Еще очень важное и постоянно в будущем применяемое обозначение это будет эта суперпозиция функций... Что такое суперпозиция функций G в кружочек F? Значит, это функция, которая обладает тем свойством, что мы можем так сказать, G F от T, это то самое, что G от F от T. Мы можем дать, в принципе, определение вот такое же, этому множеству, ну, комбинируя там всевозможные проекции, квантовые и так далее. Эту формулу здесь выписывать не буду, потому что, ну, важнее запомнить, что такое суперпозиция. И важно одну такую важную деталь. Обратить внимание на такую важную деталь. Когда мы пишем суперпозицию, мы справа налево, мы имеем в виду применение функций справа налево. То есть суперпозиция функций G и F, это так, как если бы мы к чему-то применяли сначала функцию F, а потом функцию G. Но не наоборот. Не сначала функцию G, а потом функцию F. Хотя в дальнейшем может казаться, что оно наоборот, потому что мы будем применять суперпозиции, да, это одно с другим. Но это такая уже конвенция, сложившаяся в математике. Поэтому всегда, когда видим кружок, да, работаем как-то в голове справа налево. Там вопрос какой-то есть у вас? Что-то непонятно? Нет, нет. Нормально? Да. Так. Значит, хорошо. Тогда двигаемся дальше. И докажем теорему. Теорему, которая впервые стимулировал Кантер, но доказательства ее тогда он не перевел. и были доказательства Шрёдера и Бернштейна. Поэтому теорема называется в разных учебниках по-разному. Кто-то называет теоремой Кантера и Бернштейна, кто-то Кантер Шрёдера и Бернштейна. Я вот всех упоминаю, поэтому я называю теоремой Кантера, Шрёдера и Бернштейна и лица сокращена как теорема КШМ. Есть теорема Кантера, которую мы следом докажем. Там просто теорема Кантера. А вот Кантер и Бернштейна, она вот другая. Мы ее докажем сейчас. Звучит она следующим образом. Необходимым и достаточным условием существования биекций между множествами Х и У является существование пары инъекций из Х в У и из У в У. То есть, если у нас имеется Ф из Х в У инъекция, инъекция, если у нас существует Ж из У в Х инъекция, то это тогда и только тогда, когда существует Х, являющийся биекцией между Х и У. То есть, если у нас существует пара инъекций, то существует биекция. Если у нас существует биекция, тогда существует пара инъекций. Заметим, что отсюда сюда в общем доказательство очевидно. Самое очевидное. Потому что биекция между Х и У, если она есть вот Х, вот У, что такое биекция? Это прямо однозначное отношение. Она сама по себе является инъекцией из Х в У, А обратная ей, Х минус 1, является инъекцией из У в Х. То есть, если у нас имеется биекция, то она сама и обратная ей образует нужную нам пара инъекций. Все несколько сложнее, если у нас имеется пара инъекций. Что такое пара инъекций? Вот эта знаменитая картинка, которую рисуют все и всегда доказывает теорему конкретно. Значит, у нас имеется такое вложение из этого множества сюда. Вот оно. И у нас имеется вот такое вот вложение из этого множества сюда. Вот оно же. И вот нам из этой пары вложений хочется соорудить некое H, которое является биекцией. Взаимно однозначным соотношением. И эта конструкция, я очень прошу повнимательнее сейчас и потише, значит, эта конструкция, она очень нетривиальная. И, по сути дела, это первая нетривиальная теорема, которую мы с вами сейчас будем доказывать в этом курсе. Существуют разные доказательства. Мне наиболее таким стройным, что ли, кажется, то, которое я вам дам. Там люди, почерняки, вы можете и другое найти. Нет, они все стройкие, просто это формальные, что ли. Значит, давайте начнем вот с чего. Если у нас имеется вот этот вот F и G, то мы сконструируем терм, это от T, следующим образом. У нас X вычесть, G образ, Y вычесть, F образ, T. То есть, что у нас такое T? T это у нас подмножество X, некое. мы берем это подмножество, делаем образ на Y. Ну, наверное, все-таки эту картинку чуть-чуть поменьше нужно рисовать сюда. То есть, если мы взяли здесь некое T, то оно отображается у нас на Y, возникает его образ. Дальше мы берем, инвертируем, берем все остальное, что не попало в этот Y, переносим это дело сюда, на X, здесь появляется опять некое подмножское X, и опять инвертируем. То есть, X вычесть образ при помощи G от Y вычесть образ при помощи F от T. Понятно? То есть, вот такая вот штука, которая нам из одного подмножества X даст другое, возможно, подмножество X. Но вдруг для какого-то U она перенесет U само в себя. То есть, запишем вот такое вот уравнение. U равняется это от U. Если нам такое U удалось построить, то что это значит? Это значит, что между U, то нам удалось построить вот что по сути. U переносится вот здесь некий образ свой и при помощи функции F вот она сюда переносит. а инверсия этого U вот вся заштрихованная область переносится обратно при помощи функции G. Понятно, да? Если нам удалось построить решение вот этого уравнения U равняется это до какого-то U0, то вот этот U0 при помощи F переносится в свой образ во втором множестве, а инверсия его при помощи G переносится сюда и получается если мы возьмем инверсию обратно U0 то есть мы можем при помощи кусочка F определенного на U0 и кусочка инвертированной функции G определенной на X минус U0 если мы их сложим мы получим искомую объекцию. Это понятно? До этого момента все ясно? Да? Нет? Нет? Никаких вопросов здесь нет? что я могу двоподробнее расписать здесь формулами и так далее но в общем нам сейчас нужно решить вот это вот сравнение на самом деле вот если мы сейчас его решим из F и G мы как-то его построим это U0 то мы тем самым теорему и докажем то есть найдем надо найти просто метр такой подручки ну мы поступим хитро и возьмем готовую формулу для ум и докажем что эта формула является решением В значит мы возьмем вот что U равняется сумма Z подножку P Z или седми P это гулян от X таких что Z меняется подножку этого то есть иначе говоря мы возьмем U как сумму всех подмножеств расширяемых термом это то есть мы возьмем любое Z являющиеся подмножеством X и если оно является подмножеством это от Z от самого себя то есть если оно расширяется этой то тогда мы его включаем в U и сумма и мы говорим что U является суммой вот таких вот множеств нам надо доказать сейчас что U равняется это от U к чему мы и приступим во первых мы заметим вот какой факт что если Z является подмножеством Z 0 тогда следовательно это от Z является подмножеством это от Z 0 то есть вот этот наш терм он у нас монотонный по включению почему он монотонный по включению рассуждать мы можем следующим образом если мы взяли какой-то Z 0 и здесь взяли его подмножество то здесь мы немножко уменьшили значит здесь его образ немножечко уменьшился значит его инверсия чуть-чуть увеличилась значит образ инверсии чуть-чуть увеличился и инверсия чуть-чуть уменьшилась то есть получаем вот именно по построению такое условие что если Z является подмножеством Z 0 тогда Z является подмножеством Z 0 значит запишем что T принадлежит P это эквивалент не существует Z Z является подмножеством X и Z подмножество это Z и T принадлежит Z значит значит отсюда следует Z это от Z следовательно Z является это U сейчас я напишу а потом мы пройдемся подмножеством силу T принадлежит Z и Z подмножество это от U следовательно T принадлежит этому U но это уже сила определения подмножества значит отсюда следует что T принадлежит U следовательно T принадлежит это от U и U плюс подмножество это от U значит эта строчка является всего лишь средствием вот этого определения U звездочки Дальше если у нас некое множество Z является подмножством это от Z если Z является подмножством это от Z то из этого следует что Z является подмножством U в силу чего? в силу того что U является объединением всех таких множеств вот опять же из звездочки следует вот это из Z является подмножством это от Z следует Z является подмножством U Dальше так как у нас имеется вот это вот условие что если Z есть что в общем вот этот вот терм у нас это от Z является монотонным под включением по включению то тогда из того факта что Z является подмножством это от Z следует это от Z является подмножством это от U и тогда у нас следует вот это вот условие наконец эта строчка у нас получается просто в силу определения того что T принадлежит множеству Z а Z является подмножством это от U следует T принадлежит это от U и из общего определения мы выводим что T является элементом это от U и U является своим собственным подмножством значит если U является подмножством извините от это от U Значит, отсюда далее следует, что это от У является подносством, это от У, но в силу звездочки получается, что это от У является подносством У. И, следовательно, уравняется это уравнение решено. Вернее, доказано, что У является решением вот этого вот уравнения. То есть, доказательство совершенно формальное и основывается на том, что мы взяли вот такую хитрую конструкцию. В качестве множества У являющаяся суммой всех множеств расширяемых термом ЭТО. Итак, у нас появилась очень мощная сейчас теорема в нашем распоряжении, которая говорит, что если у нас есть две инъекции, инъекции в одну сторону и инъекции в другую сторону, то тогда, значит, у нас имеется две екции между двумя множествами. И эта теорема очень важна в связи с возникающим вопросом, в связи с построением отношений, сравнений множеств по мощности. Значит, что такое множество одно имеет мощность меньше, скажем, чем множество другое. Если множество конечное, то, понятно, нам можно пересчитать элементы в одно множество и в другое множество сравнить количество элементов. Но мы можем обобщить это определение, да, и сказать, что если мы можем построить инъекцию, допустим, из множества А в множество Б, то есть каждому элементу из множества А поставить один и только один элемент из множества Б, то, во всяком случае, в множестве Б элементов не меньше будет, чем в множестве А. Эта конструкция нам важна для того, чтобы всякие интересные множества, в том числе и бесконечные, по мощности научиться сравнивать. Если у нас имеется множество А и множество Б, то всего теоретически возможно следующий вариант. Значит, первое. Существует инъекция из А в В, не существует инъекции Ж из В в А. Второй вариант. Не существует инъекция из А в В, существует инъекция Ж из В в А. Третий вариант. Существует Ф из А в В, существует Ж из В в А. По теореме Кантера-Шлёдера-Бернштейна, из этого следует, вернее, это эквивалентно тому, что существует инъекция H между А и В. И, наконец, четвертый вариант. Не существует Ф из А в В, не существует инъекция из А в В, не существует инъекция Ж из В в А. Значит, самая простая ситуация, когда у нас существует инъекция между двумя множествами или две инъекции туда и сюда. Про такую ситуацию мы говорим, что множество А и В равномочные, то есть имеют одинаковое количество элементов. В ситуации, когда у нас имеется инъекция из А в В, но не существует инъекции из В в А, естественно, она определяется как мощность множества А строго меньше мощности множества В. Здесь ситуация обратная. Мощность множества А строго больше множества В. Здесь ситуация непонятная. На самом деле мы не можем сравнить А и В по мощности, то есть А и В несравнимые до множества. Если мы знаем про существование какой-то одной инъекции, например, если мы узнали, что существует инъекция Ф из А в В, мы уже сразу можем написать, что А меньше либо равно по мощности В. Почему меньше либо равно? Потому что если другая инъекция существует, тогда равно. Если не существует, тогда строго меньше. Но, во всяком случае, вот этот значок меньше либо равно, мы уже можем написать, когда существует инъекция. Соответственно, если мы пишем вот так, то мы знаем, что инъекция существует. И обратная тоже. Но! Вот этот вот случай, когда множество несравнимо, он все равно над нами нависает. И вообще, говорят, тут у нас два вопроса возникает, да? Вот я тут поставил вот А по модулю, так, использую уже такое обозначение. Вот. Но обычно-то, когда я говорил, там, какую-то операцию на множество, ну, хоть бы, вот, какую-нибудь экзотическую звездочку к линии, помните, там, из какого-то позапрошлого занятия или прошлого. Когда мы ее вводим, мы говорим, вот это такое-то множество что, и явно его строим как множество. Или там функция, да? Функция, мы говорим, это некое множество. А что такое вот А по модулю? Если это множество, то что это за множество такое? И ответ на этот вопрос, правильный, корректный вопрос, ответ на этот вопрос, он звучит так. Это число элементов в множестве. Но если множество конечное, то это будет натуральное число. А если бесконечное, то это будет трансфинитное число, о котором мы говорили на прошлом занятии. То есть, это еще называют кардинальным числом элементов. Это некое число, именно натуральное или трансфинитное, в общем случае трансфинитное, которое соответствует количеству элементов множестве. Но если мы скажем, что модуль А равняется альфа, где альфа это ординал или трансфинитное число, то тогда каждому элементу этого ординала можно поставить соответственно один элемент альфа. Один элемент А, извините. Потому что что такое у нас, допустим, число 3? Это число, состоящее из миллиа, единички и двойки. Помните, в самом начале мы говорили об этом? Поэтому, если мы говорим, что мощность А равняется тройке, это значит всего лишь, что существуют объекции между тройкой и А. То есть, мы можем, на самом деле, просто означать, что А равняется А0, А1, А2. Мы можем вот так элементы А перенумеровать. Соответственно, если мы говорим, что мощность А равняется омеге, где омега это наше первое бесконечное трансфинитное число, то мы можем сказать, что А из себя представляет А0, А1, АН и так далее до бесконечности. И что каждому элементу из А можно поставить соответственно натуральное число, и каждому натуральному числу можно поставить соответственно элемент из А. Дальше пока мы заглядывать не будем, потому что для того, чтобы получить трансфинитные числа высших мощностей, нам нужно немножечко продвигаться в теории. Но с самого начала я не буду хитрить, потому что можно пойти по такому пути и сказать, нет, вот выражение А по модулю, оно на самом деле никакого смысла не имеет, а имеет смысл только, значит, эти выражения, когда они стоят со знаками раз, когда мы их сравниваем. Равно, либо не равно, меньше, равно и так далее. Такой подход тоже есть, он встречается, но лучше сразу на этот вопрос ответить честно, потому что в действительности удобно считать, что это, да, это число элементов. Если у нас множество конечное, то это будет натуральное число, а если бесконечное, то некое трансфинитное число. Но я вообще-то сильно забегаю вперед, когда говорю про трансфинитные числа, потому что мы их еще строго не определили, так только дали некие наметки. Но сейчас мы последовательно все пройдем и уложим в строгую теорию этого всего дела. И еще хотелось бы сказать вот про вот этот вот наш случай. Когда множество А и Б несравнимы между собой. Это значит, что раз они несравнимы, наверное, они несравнимы ни с какими трансфинитными числами, либо А, либо Б, если уж, ну как вот, А несравнимы с Б, да? Либо у нас должны быть два несравнимых трансфинитных числа, но это не так, мы потом покажем, что все трансфинитные числа сравнимы. Либо же А, либо Б должны быть несравнимы с каким-то трансфинитным числом. Так вот, теорема Цермела, которую мы докажем в самом конце нашего курса, ну, ближе к концу, скажем так, она гласит, что любое множество сравнимо с каким-то трансфинитным числом. То есть можно выбрать достаточно большое трансфинитное число, построить инъекцию, объекцию между ним, между его элементами, элементами любого множества. Теорема Цермела в своем доказательстве опирается на аксиомы выбора. Поэтому, если мы с вами работаем в аксиоматической системе с аксиомы выбора, вот где она нам существенно нужна, тогда вот этого случая у нас нет. Мы докажем, что этого случая нет. Это цель, одна из таких высоких целей нашего курса. Что все множества сравнимы по мощности. Если же мы аксиомы выбора отбрасываем, то тогда мы должны помнить, что отбрасывая аксиомы выбора, мы вообще говоря предполагаем и такую ситуацию, что множество, ну как бы может существовать пара множеств, по мощности мы не сравнимы. Круповое настроение. Все. Вот. Ну, отлично мы, в общем, даже чуть-чуть успели догнать по плану. Продолжение следует...